МАМИНОМ ДОМЕ КИПИТ А уж тут есть где разгуляться. Среди участниц общественного движения есть творческие мамочки, которые с удовольствием делятся своим опытом. Марина, мы сейчас находимся в мамином доме, на детской площадке. Я смотрю, у тебя лежат картины из песка, стоит тазик с водой. Чем занимаешься с детьми? Чему сегодня их учила? Что вы создавали сегодня? И чем можешь поделиться сегодня с нашими телезрителями? Ну, сегодня мы занимались тем, чем можно заниматься летом на улице. Играли с песком, смотрели там на муравьё. Вот из песка сделали вот такие картины различные. Мне бы хотелось тоже попробовать сделать картину вообще. Это сложно делать или нет? Поможешь нам картину делать? Ну, наверное, присоединиться чуть позже, Марина. Вообще, как можно сделать? Все очень просто. Клей. Любой рисунок. Лучше посыпать сверху. И потом. Стряхиваем? Стряхиваем. Вот у нас сумочка и получилась картина. Дети обожают возиться в песке. Мне кажется, вот эта идея очень отличная. Ну, и вообще, и очень хорошо еще с водой. Очень много игр. И сочетание воды и песка. То есть можно делать, показывать детям, что там песок, который мокрый, лучше держит форму, который сухой, хуже держит форму. Можно следы на песке оставлять от каких-нибудь животных, загадочных, пришедших к нам. Вот. А еще вот сегодня сделали вот такие вот кораблики. На мой взгляд, замечательный. То есть кто в детстве с вами, да, не пускал кораблики? Правда, делали мы немножечко их из других материалов, но... А это еще проще. Еще проще. Мне кажется, у всех дома есть вот губка, есть какие-то зубочистки и небольшой листочек бумаги. Из него делаем парус. И потом можно запускать корабль в плавание. Ну, причем делать это настолько просто, что, в принципе, дети другого возраста с этим справятся на раз, два, три. Именно так. Вообще, как проходит лето в мамином доме? Очень активно у нас проходит лето. У нас постоянно какие-то развлечения, какие-то выезды. На самом деле, вот очень часто мне люди говорят, что, ну, вам просто нечем заниматься, и вы вот... В мамином доме. Это абсолютно не так. У нас все мамы, особенно те, кто самые активные, кроме маминого дома, у всех есть куча дел. Вот я, например, в институте еще параллельно в Одинцовском учусь. Но это мне не мешает и сюда постоянно приходить что-то, проводить детям, чем-то заниматься, и куда-то выезжать вместе с другими мамами. Как началась... И с чего началась твоя история дружбы с супермамочками? С рождения у моего ребенка. Ну, я просто где-то месяцев шесть поняла, что я не хочу больше сидеть дома, что мне надо куда-то выйти, что мне надо пообщаться с другими мамами. И вот... Сначала я начала ходить на фитнес с мамами, чтобы как-то вернуться в форму после родов. А потом и начала ходить на другие занятия, различные активности. Вот. Что бы ты пожелала всем мамам, всем малышам этим летом? Не сидеть дома, выходить, общаться. Если нет с кем пообщаться на улице, приходите в мамин дом, здесь всегда есть с кем пообщаться. Всегда можно куда-то выехать, чем-то позаниматься. Но мне кажется, здесь развлечение на любой вкус. Фитнес, просто какие-то выезды, пикники, все, что хочешь. И мне кажется, и для пап тоже интересно. Конечно. Спасибо тебе огромное. Не будем отвлекать. Продолжайте заниматься дальше. Пока Марина знакомит малышей с возможностями мокрого песка, Ксения завершает приготовление панакоты. Кстати, еда в мамином доме, как и все, что делают супермамочки, не только вкусная, но и полезная. Насыщенная витаминами и микроэлементами. Ксения, что сейчас вы готовите на кухне маминого дома? Что за лакомство? Мы будем готовить итальянскую панакоту, но она немножко не классического рецепта, то есть она из правильного питания. Плюс ее спокойно могут есть веганы, вегетарианцы, люди, у которых лактозная непереносимость. Потому что мы сливки классические заменили на растительное молоко. В нашем случае это ореховое, но можно взять абсолютно любое. Кокосовое, просто индальное, да, чистое, соевое. Туда также мы добавляем вместо сахара натуральный сироп топинамбура, как подсластитель. Плюс там агар-агар из водорослей и ванильный экстракт. То есть абсолютно полезная панакота. Все мы это доводим до кипения. Кипит буквально 2-3 минуты, после чего мы заливаем формочки. Если это надо прямо сделать быстро, то 20 минут в холодильник. Если у вас время свободное есть, то 2-3 часа при комнатной температуре. Панакота это не только желеобразное молоко, это еще и разные ягоды, джемы, и что мы будем добавлять в нашу панакоту? Мы будем добавлять туда красную смородину. То есть мы свежую красную смородину немного припустим на огне буквально там минутку. И добавим также пожелаемый сироп топинамбура, чтобы она не была такая кислая. И все, после того, как панакота наша застынет, этим ягодным сиропом мы поливаем. Часто ли вы вообще готовите в мамином доме, и что любят ваши малыши? Очень часто, потому что я вела здесь посиделки домохозяек. Которые мне приходили мамы, готовили мы с ними различные рецепты. Также я готовила с детьми. У нас были такие занятия в кулинарике. Любят по-разному в основном. А у вас откуда такая тяга к приготовлению? Бабушка. Я росла с бабушкой, и готовилось очень много. Особенно выпечка. Там чуть ли не 20-ти литровыми кастрюлями плюшки стояли. Жареные пирожки, блины, то есть как бы пироги, заготовки на зиму. У меня бабушка очень много готовила, и, соответственно, от нее все и пошло. Так что молоко наше уже закипело. Да. Что мы делаем дальше? Разливаем? Я подам. Трюбочку. Сейчас она немножечко, чтобы остыла, буквально несколько минут. Пока она будет стоять немножко, оставать, мы можем сделать ягоды. Ягоды смородиные. Что еще? И немножко сиропа добавим, чтобы он был такой немножко сладенький. Не все либодки смородиные, но, в принципе, ножки достаточно. И буквально, сейчас она закипит, одну-две минуты, и ягода готова. Потому что, в принципе, многие привыкли, что панакота – это несколько слоев. Сливочные, какой-то ягодные. На самом деле классическую панакоту так не готовят. Это как раз-таки сливочный слой. Сверху поливается ягодное пюре. То есть оно не желирующее такое. Это мы готовим второй раз. Мы не будем панакоттать. Первый раз мы готовим обычную, классическую на сливках. Ну, а теперь полезная панакота. Так, ягодки наши закипели. Это может быть абсолютно любые ягоды, любое пюре. Сейчас сезон красной смородины. Это мы решили сделать с нами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В принципе, достаточно. Итак, что, пора разливать? Да, мы сейчас разольем формочки. Эти формочки уберем в холодильник. Она застынет. И, соответственно, потом оттуда достанем. У нас получится такая красивая пирамидка. Вот. Сверху польем ягодами нашими. Можно сделать это в стаканчиках. Можно, наоборот, сделать в виде торта. Да, такой большой. То есть, там уже как захочется, да? Да, кому как понравится. Полезная панакота. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дома как-то. И вот сейчас третий раз. Дочь тоже активно привлекаете? Ну, она хочет. Я пока не даю ей еще только три года. Но помогает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, все мы разлили. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Угу. Окей. Холодильник. Сама залезет туда? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, 20 минут, надо подождать. Синя, ну что, как обстоят дела с нашей панакоттой? У нас прошло 20 минут в холодильнике. Она остыла, и, соответственно, ангар стал действовать. И она у нас готова. И что мы делаем дальше? Сейчас мы можем вытащить спокойно, не переживать. Ой. Так. Не пошел даже. Ну вот, в общем-то, получается та самая пирамидка, о которой мы говорили ранее. Цветочек. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Листочками мяты, да? Всем чем угодно. И тогда уже обычный повседневный десерт может стать праздничным. А если, допустим, делать на тот же Новый год, то ягодное пюре можно заменить на мандариновое пюре. Будет со вкусом Нового года. Да. И украсить веточки, веточками, елочками, например. Ну что, получилось очень аппетитно. Давайте попробуем. Буду одна вегустировать, да? Прям хорошо застыл. Вкус, конечно, отличается, да? Отличается. Классичко за счет того, что там ореховое молоко, но в любом случае... Но вкус ореховый и присутствует. Но в любом случае, для тех, кто придерживается правильного питания, но хочет что-то такого прям вот очень-очень вкусного и сладкого, то это как альтернатива вполне подходит. То есть, любые... Все девушки, которые занимаются фитнесом, спортсмены, могут спокойно себе в этом не отказываться. Спасибо за замечательные рецепты. Будем питаться правильно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Продолжение следует...